Всем привет, друзья! Я знаю, вы в курсе, что скоро в игре появятся новые советские тяжелые танки со сдвоенными орудиями. И в этом видео я собрал для вас всю информацию, которая сейчас есть на текущий момент, о том, какие они будут, как эта ветка будет выглядеть, откуда они будут корнями расти и на что будут похожие. Первая машина, которая уже встречается в рандоме, это так называемый будущий премиумный танк, Объект 703-2. Благодаря моим зрителям, спасибо им огромное, которые предоставили реплеи, когда они эти танки в бою встречали, потому что сам тестер не имеет права выкладывать реплеи нигде, ему сразу по шапке прилетит и его там лишат различных привилегий. Тем не менее, мы имеем возможность полюбоваться на то, как машина выглядит, с какой скоростью примерно она едет, но и самое забавное, с каким вниманием ее рассматривают все вокруг. То есть, количество хайпа, которое сейчас привлечено этими танками, ничем не превозмочь. Даже, наверное, барабанные машины не так были привлекательны, когда-то бабахи там всякие и так далее, как сейчас эти. Рассматривают их все. Настолько это необычно, что привлекает внимание максимально. В общем, сегодня мы познакомимся вскользь с этим премиумным танком, также посмотрим на восьмой уровень прокачиваемый, на девятый и на десятый. Посмотрим примерно, чем они отличаются и немножко проанализируем. А перед тем, как мы начнем, вы только зацените, как выглядит и звучит одновременный выстрел из двух орудий. Я аж прям не мог насмотреться, сори, что много одного и того же звука. И еще, я думал, разработчик как-нибудь с халтурит здесь на эффектах. Нет, два трассера. Отдельные два летящих трассера, которые, как мы с вами знаем, всегда будут лететь параллельно. Если ваш один снаряд летит мимо, то и второй рядом с ним тоже полетит мимо. Они как братья. Не могут в разные стороны они лететь. Они всегда летят параллельно. И прикольно, что это все реально отрисовано. Прям настоящий Голливуд. Фейерверков еще в два раза больше, когда ты врага не пробиваешь. То есть от каждого там искры. И это вот новогодняя елка прям. Ну красиво же. Уж не знаю, как это будет играться, но выглядит здорово. И еще разработчики сделали такой эффект. А мы ведь сами знаем, что после одновременного выстрела из двух орудий, они как бы блокируются и перезаряжаются, прежде чем начнут перезаряжаться. Ну вот такая механика, об этом чуть позже. И на этот момент реализован еще вот такой вот визуальный эффект. То есть из пушек идет как бы дым. Обычно у нас, когда мы стреляем из обычных орудий, просто в звук вспышка, вылетел снаряд и никакого такого пара, скажем, нету. А здесь типа, чувак, ты нагрелся, иди остынь, твой ствол дымится. Еще забавно, что в названии каждого из этих танков есть так называемая цифра 2, римская. Две вертикальные палки. Точно показывающие, что у этих танков есть две вертикальные палки, торчащие еще и из башни. Итак, напомню, что премиумный танк восьмого уровня будет называться Объект 703 вариант 2. Прокачиваемый восьмой уровень, это вот следующий рядом стоящий, ИС-2 вариант 2. Следующий девятый, ИС-3 вариант 2. И на десятом уровне нас будут ждать великий и могучий СТ-2. И чтобы дважды не вставать, выходит так, что разработчики оставляют ИС-4, как он есть, без всяких замен. Раньше, помните, была информация, что его поменяют на двухстволку? Так вот, ничего этого не будет, будет просто новая дополнительная ветка. Как известно, она будет расти из КВ-3, то есть уже можно начинать накатывать себе опыт, чтобы потом не тратить время. И вот так примерно они расположатся в этом дереве исследований. Ну и пару слов о самих машинах. Восьмой уровень, ИС-2 вариант 2. Как ясно из названия, из внешнего вида, это ИС-2, просто с двумя орудиями. На седьмом уровне он смотрится здорово, кроме того, что броня у него совсем не к черту. Уж надо ли говорить, друзья, как ему будет тяжеловато воевать на восьмом уровне с той же самой броней. Я уж не думаю, что ему будет слишком много мобильности, потому что, как разработчики говорят, два орудия это тяжело. Это означает, что удельной мощности вряд ли там будет много. Но поскольку это будет первая машина, она не должна быть самой лучшей. Она наоборот должна быть самой худшей, чтобы дальше шло по нарастающей. Я так понимаю, именно в этом задача этого ИС-2 и есть. Еще разработчики рассказали, что они тестируют два варианта вооружений, и там можно будет выбирать. В первом случае будут спаренные 100-мм, во втором два спаренных деструктора. На 100-мм, как они сказали, подготовка и перезарядка после одновременного выстрела будет быстрее. Ну, типа, меньше урон, больше комфорта. Такое вот, более гибкое, наверное, орудие. Во втором случае, два дистра будут перезаряжаться очень долго после одновременного залпа. Ну и вообще, наверное, первый вариант про ДПМ, второй про разовый урон. Девятый уровень. ИС-3, вариант 2. Для него, к счастью, уже есть картинки. Вот экспресс позаботились. Что это за машина? Это танк ИС-3 с башней, с двумя орудиями. Если для восьмого уровня его броня была, ну, туда-сюда, то для девятого уж представьте. Плюс башня. Я не думаю, что она будет сверхпрочная. Я не думаю, что это будет вариант какого-то, знаешь, СТ-1, только с двумя орудиями. Это будет танк, на котором нужно еще будет помучаться, чтобы пострелять нормально. Ведь, в отличие от других девятых уровней советских, тут не будет никакой альфы 440. Альфа всего будет 390. И даже с двух ударов ты не наносишь такого прям, ну, сверх ошеломительного урона. Вот и ТТХ машины. Бронепробитие имеется. Голда не самая имбовая. Всего 292. Причем это будут подкалиберы, не кумулятивы. Удельная мощность всего 12,5. Немного. Максималка обычная, привычная. Радует хотя бы то, что пушка вниз опускается на 8. Да, не на какие-нибудь там 5 или вовсе 2 градуса. Хотя бы от рельефа мы поиграем. Ну и показатель урона в минуту тоже не особо там впечатляющий. Время подготовки залпа 3 секунды. Время блокировки после залпа 7 секунд. Время смены орудий 3,5. Ну и да, никакого быстрого сведения здесь нет. И суперточности тоже. Ну, надеюсь, что хотя бы будет весело. Ну и наконец, великий и ужасный СТ-2. Сколько мы о нем слышали. Господи, прости. Сказано о нем было столько слов. Так мы его ждали, как замена ИСА-4. Что угодно. И наконец, по крайней мере, разработчики объяснили, почему же у него такая разбухшая башня. Он ведь не похож ни на один другой советский танк. Что вдруг-то? А оказывается, она и подразумевала собой возможность установки двух спаренных орудий. Поэтому здесь как бы все сейчас по закону. Башня того же размера и танк тех же габаритов. Тут уже, наконец, нас ждет разовый урон 440. Бронепробитие 258. Кумулятивные голдовые снаряды с пробитием 340 мм. Время перезарядки орудий 11,7 секунды. Время подготовки залпового выстрелом быстрее, чем у девятого уровня 2,5. И блокировки перезарядки тоже 5 секунд, не 7. Время смены орудий 3 секунды. То есть, все быстрее, кроме перезарядки орудий как таковых. Точность та же, плохая. 0,4. Время сведения почти такое же, но чуть быстрее на 0,01. 2,9. Но мобильность лучше не стала даже близко. Удельная мощность 12,2. Ну а броня, я так понимаю, у него такая же, точно как у СТ-1. То есть, пробивают его в корпус, в лоб голда любая. В башню ничто не пробивает. А командирская башенка танчит плюс на минус. Но это мы уже узнаем по ходу. На берегу, конечно, вот этот танк привлекательный. Он и выглядит зверско. И броня хоть какая-то на вид имеется. И очень надеюсь, что именно он станет самым любимым из всех этих вот трех прокачиваемых машин. По крайней мере, на берегу, тут точно не могу предполагать, это тот танк, тот случай, когда нужно попробовать руками. Это будет стоить тысячи слов и тысячи картинок в интернетах. Но в конце, потому что пока другой возможности нет, давайте посмотрим отрывок из видео от разработчиков, где они показывают, как это все дело работает. Основной и самый простой для понимания режим — циклический. Есть лишь несколько нюансов. После выстрела из активного левого орудия оно начинает перезарядку. Камера автоматически переключается на правое, и оно становится активным. После перезарядки левого орудия производим выстрел. Правое орудие также уходит на перезарядку. Камера вновь переключается на левое, процесс повторяется. Принцип стрельбы, как на обычном танке, только со смещением камеры прицеливания. Необычная особенность, но к ней легко привыкнуть. Второй режим — последовательная стрельба. После выстрела из активного орудия камера смещается. Однако сразу открыть огонь из второго орудия нельзя. Таймер слева показывает время до появления такой возможности. Механика похожа на известную и понятную игрокам классическую перезарядку между выстрелами. Обычно такая перезарядка длится недолго, до пяти секунд. Как только время истекает, можно стрелять из второго орудия. Важно учитывать, что в этот момент дозарядка первого снаряда прервётся, и начнётся последовательная зарядка обоих снарядов. Поэтому иногда выгодно подождать пару секунд до полноценной зарядки первого орудия. Третий. Самый интересный и необычный режим. Стрельба дуплетом. Такого нет ни на одном танке. Для выстрела зажмите и удерживайте левую кнопку мыши. Начнётся подготовка к выстрелу, которая длится примерно 3-4 секунды. По окончании подготовки двойной выстрел произойдёт автоматически. Прогресс отображается рядом с прицелом. Отменить его можно в любой момент, отпустив левую кнопку мыши. Важная особенность. После двойного выстрела орудия блокируются на несколько секунд. Они не могут стрелять и перезаряжаться. После окончания блокировки снаряды по очереди заряжаются в оба орудия. И после зарядки обоих орудий двойной выстрел можно повторить. Никаких ограничений по количеству двойных выстрелов нет. У этой механики есть и обратная сторона. Время подготовки к выстрелу. Его стоит обязательно учитывать до момента выстрела. Блокировка орудий. Это достаточно долгий период времени, который также стоит учитывать после выстрела. Ну и, конечно же, сама зарядка снарядов. Поэтому во время перезарядки и очень долгого неактивного поведения вам стоит понимать, что у вас есть два варианта — переждать такую долгую перезарядку где-то в безопасном месте, ну или в ангаре. Машины с двумя орудиями имеют ещё одну забавную особенность. В первом видео мы этого не показывали, но сейчас будет небольшой эксклюзивчик. После двойного выстрела машина немного откатывается назад. Но если вы играли, то наверняка помните, что если развернуть пушку на 180 градусов, набрать приличную скорость и выстрелить, то произойдёт вот это. Совсем с ума посходили. Осталось только артиллерию добавить с двумя стволами, чтобы мы в два раза больше кайфанули, тогда вот точно заживём. Собственно, это вся информация, которая есть к этому часу об этой всей теме. Разработчики, само собой, всё это дело тестируют, и оно всё пока не окончательно, и со временем на релизе всё, наверное, поправится. В любом случае, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить всю информацию об этих танках в дальнейшем, которые будут появляться. Пока неизвестно, когда эти машины появятся и в релиз, но судя по тому, как быстро и спешно они тестируют прем 8 уровня, мне кажется, он появится уже совсем скоро. Не знаю, сколько патчей будет ещё в этом году, может быть один, потому что разработчики заняты напропалую всякими разными ивентами, включая и режим Хэллоуин, который пока мы ещё не видели, и скоро, наверное, он появится. Так что мы ждём либо в патче в этом году, либо уже в следующем. Тем не менее, это очень интересно, так ведь? Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok